Ильяс Челобаев. Сравнение по истории России. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ. Ссылка на книгу в описании под видео. Нулевая гарантность встретить данный материал на экзамене. Текст выходит за рамки ЕГЭ. Для экзамена можно не читать. Он рассчитан на энтузиастов. Общий истребитель Як-3 и истребитель Ла-7. Оба были специализированными перехватчиками для завоевания господства в воздухе. Оба истребителя имели высочайшую боеспособность в сочетании с малой дальностью полета. Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны самолет для завоевания господства специализировался на уничтожении истребителей противника методом свободной охоты, то есть в открытом бою наподобие рыцарского турнира. Он не занимался рутиной вроде сопровождения своих бомберов или воздушного патрулирования. Эта неблагодарная работа отводилась рабочим лошадкам, войным фронтовым истребителям. Соответственно, перехватчику не нужно было иметь слишком много топлива, зато нужно было иметь лучшую в мире скорость, маневренность и вооружение, а этого можно было достичь разными способами, в том числе за счет уменьшения запаса топлива. Например, Як-3 имел дальность полета 648 километров, Ла-7 имел дальность полета 635 километров. Для сравнения, фронтовой истребитель и главный самолет-солдат ВВС Красной Армии Як-9 летал на 848 километров, его модификация Як-9Д на 1360, Як-9ДД на 2285 километров. У фирмы Лавочкина тоже был свой самолет-солдат, Ла-5 с дистанцией полет 1190 километров. Оба истребителя шли на вооружение лучших мастеров воздушного боя, на них летали наиболее прославленные рыцари неба, элита ВВС Красной Армии. Например, на Як-3 воевал французский авиаполк Нормандия, он же Нормандия Неман. Французы сбили около 300 немецких самолетов, потеряв 42 пилота. В осень 1944 года Нормандия поставила рекорд, в одном бою уничтожила 41 немецкий самолет, не потеряв ни одного своего. На Ла-7 воевал 176-й гвардейский истребительный авиаполк, в народе его прозвали Маршальский полк. В этом полку служил лучший ас антигитлеровской коалиции Иван Кожедук. Из 62 побед, первые 45 побед он одержал на Ла-5, остальные 17 самолетов сбил, летая на Ла-7. Лиас Чалабаев, сравнение по истории России, учебные пособия для подготовки к ЕГЭ, ссылка на книгу в описании под видео. Продолжение следует...